Добрый вечер! В эфире «Вопрос при страсти» в студии Вадим Родионов. Сегодня у нас в гостях журналист, главный редактор портала имхаклаб.лв Юрий Алексеев. Юрий Алексеев родился в Норильске, Россия, в 1958 году. Закончил Рижский политехнический институт, специальность радиотехника. Работал ведущим инженером-конструктором на ПО «Радиотехника». С 1992 года работает в прессе. Занимал должности главного редактора в журналах «Коммерсант Балтик», «Бизнес ЛВ» и газете «Бизнес и Балтия». Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Спасибо, что пригласили. Как оцениваете высказывания бывшего министра экономики Ардиса Камперса, который заявил, что русские СМИ зомбируют своих слушателей, читателей, зрителей и так далее? Ну, наш бывший министр Ардис Камперс особая статья. Он еще прославился министром экономики, когда он был. Но и сейчас, как знаток человеческого общества, он тоже, с моей точки зрения, славное сказал. То есть, наш Камперс думает, что телега стоит впереди лошади. Это означает, что в обществе у нас все прекрасно, замечательно, и вот подовые журналисты только, значит, ссорят две общины. Интересно, а вот он вообще русскую прессу читает, наш министр? Ну, по-русски он говорит прекрасно, так что можно сделать вывод, что, наверное, каким-то образом читает. Ну, да, будем надеяться. А если серьезно, то, в общем-то, дело не в том, что пресса не может зомбировать, пресса не может навязывать обществу свое мнение. Такие, это, как сказать, сказки. Это такие, в советское время, это политруки в воинских частях читали политинформацию и говорили, вот буржуазная пресса клевещет. Вот, собственно, говорят, то же самое сейчас повторяет наш политрук Камперс, который говорит, что это пресса клевещет, а в обществе все хорошо. Дело в том, что в обществе нехорошо. 20 лет загоняли под лавку, значит, общественное мнение русской общины, никто ее не слышал, никому она была не нужна. И Камперс сидел таким хомячком, ему не было ничего, не было интересно. А о чем вообще говорят русские, о чем они думают? Вот какие-то исследования проводились. Кстати, давайте поднимем социологические исследования за эти 20 лет. И поищем в этих исследованиях, где он нашел, что все было хорошо. То есть, все 20 лет социологические исследования, как только вопрос вставал на какую-то тему остро национальную, русские были с одной стороны баррикады, а также были с другой стороны баррикады. Все 20 лет, ничего не изменилось. И вот сейчас, когда в обществе возник, так сказать, русскоязычном обществе подъем, ну, надо же найти виноватого. То есть, получается, что просто русскую прессу в данный момент заметили, на нее обратили внимание представители, в том числе и правящие политические линии? Ну, я думаю, что они и сейчас ее не заметили, они и сейчас ее не читают. Потому что, если бы они ее читали, они бы видели, что в русской прессе разные мнения есть, есть взвешенные. Там нет голого зомбирования, вот, лупим мы туда и сюда. Нет, сейчас в русской прессе очень много печатается высказываний нашего национального блока. То есть, как только какая-нибудь элерта скажет, что латыш должен отинтегрировать одного русского, вся русская пресса все это перепечатает. То есть, вот это... Ну, может быть, вопрос в акцентах и вопрос в иронии, что такие высказывания, которые бывший министр культуры наверняка делает на полном серьезе, а русская пресса печатает с точки зрения иронии и даже какого-то сарказма. Знаете, Вадим, ирония с сарказмом это такие понятия абстрактные. Не у каждого есть достаточное чувство юмора, чтобы понять элерты. Может быть, она пошутила, я вот не понял. Если это такая особая, особый, так как английский юмор, особый латышский юмор, вот это, тогда может быть. Но я шутки не понял, я думаю, что ее коллеги тоже этой шутки не поняли, что это шутка, она решила, что это всерьез. По большому счету, валить на прессу, это любимое занятие советских коммунистических пропагандистов, таких суконных, деревянных, что пресса виновата, что пресса оклеветала, что у нас в Советском Союзе все хорошо, но пресса буржуазная, сейчас возьми на нас, клевещет. Хотя никто ее в Советском Союзе не читал, но она все равно клевещет. То же самое сделает господин Камперс, то есть обвинить. Дело в том, что газета так устроена, что если я, вот я 20 лет работаю в газетном деле, много-много лет был редактором газеты, если я начну газету ввести в какие-то такие, то есть учить людей, вот говорят, что газета должна учить людей, как только я начинаю учить людей... Это уже практически по Ленину. Да. Меня уже перестает читать. То есть вот сколько было попыток такой смещать, а давай-ка мы сделаем вот это, будем народ тянуть вот в эту сторону. А народ просто перестает читать такую газету. Не пресса управляет обществом, а общество прессой. То есть общество требует то, что ему интересно, то, о чем оно думает. Если журналист пишет так, как думает общество, адекватно, и в обществе есть резонанс, резонирует, то есть он созвучно пишет, что думает общество, общество на это дело реагирует, что оно читает, слушает, смотрит, поделит по ТВ. Ну а пресс, средства массовой информации, они каким-то образом могут манипулировать общественным мнением? Нет, в данном случае нет. Вадим, ну пресса сейчас это не источник информации, пресса это передатчик информации. То есть вот мы сейчас что обсуждаем? Что сказал Кампас, что сказала Эллерта, что сказал президент Берзень? То есть отталкиваемся от уже существующих информационных поводов? Конечно, конечно. Вот редкий случай, когда два журналиста сидят обсуждать. Но у нас как бы передача не новостная, у нас как бы самая передача такая комментационная. Но редкий случай, когда к вам приходит именно журналист, что вы сидите с журналистом, и вы с журналистом беседуете. То есть я сейчас являюсь вроде бы источником информации. Но в основном это есть ньюзмейкеры, такая компания людей, которые постоянно во внимание журналистов. Это политики, это крупные бизнесмены, это экономисты, это может быть ученые, преподаватели, которые имеют круг, определенный круг, из которых выходит информация. Пресса ее берет, усиливает и передает обществу. Собственно говоря, во всем мире пресса так работает. То есть взять откуда-нибудь, вот сейчас мы захотим сделать такую очень позитивную передачу, что у нас в Латвии все хорошо. Где мы найдем такого человека, который вот скажет нам, что придет сюда и скажет, что ребята, интеграция у нас замечательная. Не, ну таких людей масса, мы можем найти такого человека, вопрос, будут ли его слушать и будут ли его смотреть. Да и не найдем. Дело в том, что болтуны какого-нибудь можно найти, но надо найти тот, который это серьезно скажет. Ну сейчас, в наше время, при наличии такой, так сказать, лакмусовой бумажки, такого проверочного теста любому средству массовой информации, как интернет. То есть, может быть, интернет сам не дает каких-то особых там, ну и берет, допустим, интернет, интервью у президента. У президента интервью берет журналист. Но если президент начнет там врать в этом интервью, в интернете должен сказать, а вчера он говорил мне это, а позавчера он говорил совсем другое, позавчера и так далее. То есть, это есть такой измерительный прибор для политиков, для журналистов, для всех-всех-всех, кто выходит как средство массовой информации, который проверяет их на честность, тестирует. Это получается такой защитный барьер. Да, совершенно верно. То есть, может быть, еще, скажем, 20 лет назад, до интернетной эпохи, можно было написать в газете какую-нибудь чушь, сказать по телевидению какую-нибудь ложь, по радио и так далее. И это как бы сошло. Там не слишком образованные люди приняли бы это за чистую монету. Извини, нет уже таких необразованных людей. Ну, редкие люди, которые не читают интернет, которые не откомментируют, не почитают, что об этом говорят другие. То есть, сейчас как бы с точки зрения господину Кампорсу я бы хотел совет такой дать, что эпоха изменилась. Врать, врать. И просто болтать, так вот, налево-направо, мести языком, стало небезопасно. У нас, помнится, в первое свое правление президент Вайровики Фрейберга не понимала, что есть уже интернет. Она давала интервью, сегодня она дает французам интервью, говорит одно. Завтра она дает россиянам интервью, говорит другое. Послезавтра она дает в Латвии интервью, говорит совершенно третье. Совершенно три разных вещи. И потом все читают это и на СМИ сравнивают. Да, потом находятся люди, которые это раз-раз-раз собрали, посмотрите, что наша президент тут поднапляпала. Потом она поняла, потом она стала осторожнее, потому что сейчас все можно проверить. То есть, в данном случае обвинение, что пресса разжигает розынь, простите, господа Кампорса и Эллорты. А вы чем занимались 20 лет? Но, тем не менее, блок единства, который представляет и госпожа Эллорта, и господин Кампорс, достаточно серьезно обсуждал возможность обращаться к русскоязычному населению через русские СМИ. Как считаете, у них могло бы получиться? Как бы так сказать, всегда открыто, кстати. Эта тема о том, что русские СМИ не дают слова, значит, нашим латышским политикам, она была бы рассказана где-то месяц назад, перед Новым годом. Не помню, кто это сказал, там обвинил, что русские СМИ не дают слова. Ну, в частности, господин Апинис это высказывал, президент общества врачей. Он не совсем политик, но тем не менее. Ага. Значит, Вадим, вы считали, сколько у вас русских, сколько у латышских на передачу приходит, так сказать, политиков, ньюзмейкеров? По-моему, у латышей больше. Больше, безусловно. Аналогично у уважаемого мной Андрея Мамыкина. Примерно три к одному латыши и русские политики. В прессу, посмотрите, любую газету, откроешь на первой странице, что сказал этот политик, что сказал этот политик, что сказал этот политик. То есть, простите, слово латышским политикам в русскоязычных СМИ больше, чем нужно. То есть, они даже не могут воспользоваться всеми возможностями, которые им предоставляют русские СМИ. То есть, это не просто ложь, это наглая ложь, я бы сказал, что русские СМИ не дают высказаться латышским политикам. И я помню, когда в 2004 году был такой момент, когда перед самым вступлением в Евросоюз штаб русских школ готовил большую и прибольшую демонстрацию протестную против реформы русских школ. Против облатышевания русских школ. Так называемая реформа 2004. Да, реформа 2004. А я тогда работал в издательском доме «Фенстер», в газете «Коммерсант Балтик Дейли». И политики такие, как Эйна Срепши, премьер-министр, и Карли Шадунски, значит, черный Карлис, министр образования. Их секретари позвонили редакторам мне, как редактору Александру Сергеевичу Блинову, редактору «Вести сегодня». Позвонили и попросили, что наши министры придут и хотят дать вам интервью. И приехали два министра и давали интервью на русском языке. Волновались, потели, значит, чтобы только русские журналисты их услышали, чтобы написали в своих газетах, что не надо выходить на демонстрации против реформы русских школ. То есть им кто не дал слова, что ли? Да, ради бога. Но главное, что вот тогда это был еще такой случай, когда они вдруг захотели поговорить с русскоязычным населением. Причем по-русски говорили, что интересно. То есть сейчас, получается, повторяются те события. Сейчас представители правящего блока тоже желают говорить с русской аудиторией. Клюну жареный петух. Раз в 10 лет. У наших политиков возникает идея поговорить с русским населением. Ну, пожалуйста, вперед. Я, кстати, с удовольствием послушал бы по-русски их. Тем не менее, эксперты указывают на то, что в Латвии существует два информационных пространства, и это серьезная проблема. Она, как отмечают, мешает сплочению общества. На ваш взгляд, почему действительно русская и латышская пресса так по-разному отражают события, которые происходят в стране? А это с того, с чего мы начали. По-разному две общины, которые разошлись. То есть это исторически все, послушайте. Не исторически. Это политически нас развели. Это политики развели эти общины. А русская пресса только отражает ситуацию. Если у латышей не слушают русских. Ну, положим, я наполовину латыш. Я раз в год на капу святки езжу на, так сказать, к родовым могилам, в Алмирский район, городок Руина называется, и встречаю там свою латышскую родню количеством человек, 50, которые тоже приходят на эту капу святки. И мы начинаем тереть за политику. То есть я для них вроде такой рижанин, они все уже народ пожилой там. Я вроде рижанин, ну, хоть я русскоязычный, но латышского языка мне достаточно, чтобы поговорить, значит, со своей роднёй за политику. Мне им приходится объяснять совершенно простые вещи. Допустим, им во всех средствах массовой информации, когда это была вот эта, опять же, пресловутая реформа русских школ, им все средства массовой информации объяснили, что русские не хотят учить латышский язык. Вот, у них было полное убеждение, что не хотят учить латышский язык, они не ходят на уроки латышского языка, поэтому вот это надо. Их так убедили, их так убедила пресса, их так убедило их телевидение, радио. Ну, тогда получается, возвращаясь к теме зомбирования, что латышская пресса зомбирует своих читателей, слушателей и зрителей. Она делает тот заказ, который подан со стороны общества, со стороны политики. Если два народа, русские и латышские, в течение 20 лет изо всех сил растягивают как можно дальше друг от друга, мы сейчас растянутся настолько, что... Вот, кстати, русские ещё читают латышскую прессу, слушают латышские каналы, наоборот, как правило, нет. То есть, латыши меньше знают о жизни в своей стране, чем русские, о жизни в своей стране. Вот, нас растягивают 20 лет, пресса только зеркало этого, а растягивают, простите меня, вот эти камперс с Элерта, вот это они. Некоторые эксперты указывают на то, что между русской и латышской прессой идёт своего рода информационная война, и это, в общем-то, можно наблюдать на примере того же референдума за русский язык, который государственный. Когда даже информационное агентство, вроде Леты, позволяет себе оценочные суждения в абсолютно информационных текстах. Ну и так далее, с русской стороны тоже есть, наверное, какие-то передёргивания. Как вы считаете, это действительно так? Есть вот этот факт информационной войны? Ну, не существует, так сказать, агентство Лета такое великое. Есть конкретные люди, конкретные журналисты, у них своё мнение. И вот я, общаясь с латышскими коллегами, частенько сталкивался с тем, что эти люди тоже не знают, о чём идёт речь в этой стране, когда касается дела русской общины. Они тоже не интересовались этим, они, так сказать, члены своего общества, своего сообщества. В 20 лет никто не хотел знать, о чём думают русские здесь, о чём они говорят и так далее. Никого это не интересовало. И вот теперь, с лёгкой руки Владимира Лендермана, когда русские вдруг собрались, опа, и подписались почти 200 тысяч. Газалось, ой, это же не 10-15 отморозков, как нам рассказывали. Сейчас удивление в латышском обществе, как 200 тысяч? Ай, вай, вай, древини, их так много оказывается. Нам говорили, что их 10-15 придурков. А тут 200 тысяч, сейчас будет референд, будет 300 тысяч, это ещё будет больший шок. Это говорит только о том, что эти 20 лет мы не слышали друг друга. Латыши русских не слышали. Русские латыши слышали, но просто нельзя было иначе, потому что латыши во власти. Латыши руководят этой стороной, они выдают всякие, типа, интегрировать по одному русскому, всякую такую чушь несут, мы это вынуждены слушать, а латыши нас не слышали. Вот теперь они вдруг услышали и удивились. Младшики мои, а здесь, оказывается, ещё и русские есть. Оказывается, они ещё не все такие интегрированные по эллирте. Наши интервью мы проанонсировали в социальной сети Facebook и откликнулись наши телезрители. Сейчас я вам зачитаю один из вопросов. Юрий, скажите, как по-вашему возможно ли создание политической силы, способной объединить все общины Латвии на экономической базе? Экономической базе? Ну, можно расширить немножко вопрос и на политической тоже, наверное. Тут хитрый вопрос, экономическая база. Вот моё личное мнение, если это моё личное мнение, что экономическую базу в этой стране мы не построим до тех пор, пока у нас будет расколота страна. А что мешает? Экономика экономикой, политика политикой, налоги-то все платят одинаково. А мешает сейчас то, чему мы жалеете 20 лет, разобщению общества. Дело-то в том, что, спрашивают, почему у нас там политики такие, ну, либо воры, либо идиоты. Партия жуликов и воров. Партия жуликов и воров, то есть... По аналогии с Российской Федерацией. Да, да, да. Значит, почему они там такие? Почему они не изучестные, принципиальные, болеющие за страну люди? Вот вопрос, почему? Неужели таких нет в стране? Есть. Достаточно людей в таких стране. Они не идут в политику. А почему? Вот вопрос, почему? А потому что в политике востребовано не это. В политике 20 лет востребовано тот, кто громче крикнет, это самое, оккупанты вон из Латвии или нечто подобное. Вот эти востребованы. То есть, это получается, так сказать, естественный отбор наоборот. Когда мы начинаем выбирать не по лучшим качествам, а по худшим, потому что национализм, шовинизм, я считаю, одним из худших качеств человеческой натуры. Одним из худших. И мы 20 лет культивируем худшие качества у себя во власти. В то же время и не только во власти. Представляете, Линдермана тоже в какой-то степени поднял популистический лозунг, который заведомо обрещен на провал. Ну, будем откровенны, русский язык вторым государством в Латвии не станет. Не считаете, что здесь можно провести аналогии? Нет. Это сейчас тоже говорят, что типа, вот с одной стороны у нас Райвис Зинтерс радикал, с другой стороны Линдермана радикал. Простите, нет. Райвис Зинтерс полгода назад хотел закрыть русские школы. Закрыть. Линдермана что требует закрыть латышские школы, простите. Линдермана требует равноправия русских и латышских. Только равноправия. Вот до такой середины, когда мы будем равны в правах. Дальше требования Линдермана не простираются. И почему-то человека, который требует равноправия, называют радикалом. Простите, это только в Латвии возможно. Называть радикалом того, кто требует равных прав, кто требует не делить людей на граждан первого, второго сорта, не делать русский язык, язык почти половину населения иностранным в этой стране. А его называют радикалом. Аравия, чемодан, вокзал, Россия, закрываем русские школы и чертовы матери, и так далее. То есть их ставят на одну планку обоих. Это искаженная система измерений, которая в нашей стране существует. И никто не удивляется, кстати, что Линдермана радикал, человек, который требует равенства. И тот, который, ну не знаю, шовинист редкий такой, ярко выраженный шовинист. И они у него, у нас в обществе считаются оба радикалами. То есть получается, что у нас в обществе сильное стереотипное мышление, потому что какие-то аргументы не учитываются. Или как? Мышление за 20 лет смещалось. Мозги смещались. То есть если еще 20 лет назад, кстати, вот 20 с небольшим лет назад, 15 ноября 1991 года, когда был принят закон о эмиграции, который в одну ночь сделал 850 тысяч этих самых неграждан, до этого мы все были граждане. Мне до сих пор, я не могу понять, почему русское общество не вышло на улицу, не потребовало прав своих тогда. Вот для меня до сих пор в голове у меня не укладывается. Почему? Нас было здесь почти половина страны. Почему мы не потребовали? Вот это загадка. И после этого мы пошли тогда на уступки. Эти приняли не гражданство, это эти фиолетовые паспорта, эти окна натурализации. И все это. И 20 лет идет смещение, смещение. Прав русскоязычного населения откусывает, 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 откусывает по кусочку. А уже совсем мало осталось. Вот сейчас один выскался, клоунг, говорит, давайте закроем вообще русские школы. Вот на это была реакция. Ах, вы так? Ну тогда мы пойдем принципиально. А до куда пойдут, кстати? Какой ваш прогноз? Закончится вся эта история 18 февраля с эфирином? Нет, нет, нет. Это только начало. Это только начало. Начало чего? Вот я историю с референдумом за русский язык не считаю тоже, что референдум за русский язык вдруг с каких-то непонятных, чудесных, небесных сфер вдруг станет государственным. Я бы это даже на 99,99% не могу себе такое представить. Но вот этот вот референдум, именно по такому принципиальному вопросу, это, я бы так сказал, это перекличка. То есть мы должны пересчитаться русские здесь и узнать, сколько нас. У нас действительно там несколько десятков отморозков? Или у нас здесь народ? Или мы все за это? Или мы все против этой национальной политики? Вот есть такая, была когда-то такая графа бюллетенья голосования против всех. В данном случае, вот это вот голосование за референдум за русский язык, это против национальной политики в этой стране. Называйте это так. То есть это протест. Это протестное голосование, где мы пересчитаемся, сколько нас будет. Я полагаю, что нас будет не меньше, чем 300 тысяч. То есть сколько здесь русских граждан осталось, столько здесь и будет. Я не шибко верю в результаты наших циклов избирательных комиссий, которые говорят, что у нас там русскоязычные граждане там 450 тысяч здесь и так далее. Нет, 150 уже там. Которые, ну я вчера просмотрел карту вот этих вот участков для голосования по миру. Есть ли они там, ну скажем, многим надо ехать, чтобы проголосовать, ехать несколько сотен и тысяч километров даже по Европе. То есть не везде этих участков ест, как у нас в соседнем доме. То есть, по сути, это потерянные голосования. Да, те, кто поехал туда, те голосовать практически не будут. Хотя какие-то, пара тысяч, я думаю, проголосуют, но не те 150, которые там. Давайте еще один вопрос из социальной сети Facebook. К нам поступил. Как вы считаете, может быть, титульная нация поймет, что русские хорошие только тогда, когда нашу страну заселят иммигранты, в лучшем случае, с Ближнего Востока и Азии? Может быть, действительно на контрасте возникнет какое-то осознание того, что местные русские, это не так страшно для латышей? Нет, если бы такое случилось, они бы, конечно, сообразили, да. Я думаю, что русские все-таки лучше, чем, скажем, там, ребята из Туниса или там из Ливии, которые... Ну, дело в том, что ребята из Туниса и из Ливии сюда не поедут, потому что здесь холодно. Для этого... Только в этом причина? В Финляндию ездят, в Швецию ездят. А, в Финляндии богато. А здесь бедно и холодно. То есть, вот они же тоже не дураки. Если отсюда собственное население бежит, то... Чего это им сюда? У нас же Европейский Союз, границы открыты, ну, хорошо. Ну, привезут сюда, положим, несколько, там, десятков тысяч ливийцев. Поселят их какое-то время, попытаются или-то их интегрировать. Значит, по ним поинтегрировать. Поинтегрировать, да, они разбегутся с этого дела. Причем разбегутся куда-нибудь, в теплую Францию, там, в Италию и так далее. То есть, проблема нелегальной миграции Латвии, в общем-то, не грозит. Нет, нет, пока границы открыты. Это если Евросоюз введет, чего я, в общем-то, вероятно, совсем не оставляю, что через каких-то несколько лет снова будут введены границы и перекрыты. То есть, я думаю, что пойдет в обратную сторону, там, маятник очнется. То есть, открытость Европы, как показывает, сейчас приводит к бесконтролю и беспределу. Я думаю, что, ну, когда границы прикроют, тогда, возможно, здесь останется какое-то количество, которое не сбежит. Ну, а так? Но даже не в этом дело. Если бы сюда еще приехали какие-нибудь работящие турки, какие-нибудь работящие представители южных стран, таки довольно много. Китайцы, например. Чудесный народ. Хоть 20 миллионов сюда китайцев завези, мы же будем процветать. Значит, ну, нам сейчас, Вадим, до пенсии далеко, а есть люди, которые вот-вот уже, вот-вот, и которые уже на пенсии. А их кто-то так должен кормить, а когда вся молодежь валит за границу, когда здесь результаты переписывают, волосы дыбом встают, то есть, треть населения за 20 лет. Опа! Причем, это треть населения, по статистике смотреть, это молодежь. Экономически активная, да? Да, старики остаются все тут, им некуда податься. Они не нужны ни в Германиях, ни в Ирландиях, ни в Британиях. Они остаются здесь. То есть, получается, все равно без эмиграции нам не обойтись? Да, если бы сюда приезжали какие-то работящие, ну, что же делать? Ну, ребята, ну, профукали страну, свое население свалило. Ну, надо же как-то выживать старикам, чтобы не померли. То есть, ну, тогда надо призывать каких-то, кто здесь будет что-то работать, платить налоги, чтобы старички жили нормально, не голодали. То есть, а это к тому все идет. Ну, а в этом случае, на ваш взгляд, национальный вопрос, существующий между русскоязычными и латышами, отойдут на второй план? Или все-таки эта тема, которая 20 лет, как мы видим, остается на повестке дня, все равно никуда не денется? Видишь ли, Вадим, у меня на этот счет такая мысль, что если мы в ближайшие годы не решим вот этот вот вопрос национальный, чтобы воссоединить снова нашу страну, если мы это не решим, то у нас, нам будет все равно. Не будет здесь ни тех, ни других, ни третьих. Все уедут там за рубеж, а старики они, кстати, особенно, им все равно. На каком языке там говорить, они же не работают. Они сидят, один смотрит свой телеканал в телевизор, Санта-Барбару на русском языке, второй в переводе на латышский язык. Им по барабану. А вот тем, кто еще активен, кто еще в этой стране хочет жить, что-то строить, воспитывать детей, им равноправие нужно. Ну, вот, я так думаю, что если мы этот вопрос не решим, с разноправием, то уже будет все равно. То, ай, горе оно огнем. Не хочет этот народ, чтобы у него была своя страна, свое государство, процветающее со своей молодежью и так далее, хочет всех разогнать нам по забуграм. Да и бог с ними. В конце концов, у нас русских, вон, есть великая Россия, русский народ не вымрет вместе с нами. Там есть великая Россия, вон, там полтораста миллионов народа, одна седьмая часть суши, эти не пропадут. То есть, а латышский народ вполне возможно, может. Ну что ж, я думаю, на этом мы сегодня и закончим нашу программу. Спасибо, Юрий, что пришли и всего вам доброго. Спасибо. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомню, что у нас в гостях был журналист, главный редактор портала имхаклаб.лв Юрий Алексеев. Смотрите нас на телеканале «Просто ТВ» и слушайте на «Радио Болтком». А также задавайте вопросы нашим гостям в социальной сети Facebook. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова